Мы говорили о том, что очень важно, воспользовавшись шансом, возможностью, которой Бог предоставляет нам, начать все сначала в жизни нашей. Очень важно быть уверенным, что следующий раз не будет, как прошлый раз. И мы говорили о том, что придя на это место, находясь вместе, приглашая наших друзей, находясь с партнерами, с братьями, с сестрами, с верующими людьми, с людьми, любящими Господа. Здесь мы разделяем с вами принципы, которые говорят нам, как, начиная все снова, не возвратиться к прежнему. Мудрый Соломон, он сказал такие слова, мы читаем в книге Притч, в 12 главе, 26 стихом, праведник указывает ближнему своему путь. Мы те, которые находимся на этом месте, вы, пришедшие на это место, являетесь людьми близкими по отношению к нам. Люди, которые оставили нам истину, которые передали нам принципы Божьи. Здесь мы посредством Слова Божьего передаем эти принципы, передаем этот путь дальше, для того, чтобы знать, как поступать, чтобы в нашей жизни, начиная все сначала, чтобы на самом деле новое начало, оно было новым началом. Мы уже говорили в позапрошлое воскресенье о тех мифах, которыми руководствуются люди в желании начать все сначала в жизни своей. Они говорят о том, что у меня есть опыт, и если у меня есть опыт в жизни своей, в жизни моей, значит, в следующий раз я поступлю правильно, в следующий раз я не повторю этой же ошибки. Послушайте, опыт, который человек приобретает, ошибаясь и повторяя вновь и вновь ту же ошибку, это не значит, что этот опыт обязательно сделает человека мудрее, сделает человека разумнее, сделает человека способным, способным поступать иначе. Опыт, он не делает тебя мудрее, но мы говорили о том, что исследованный, разобранная ситуация, рассмотренная ситуация делает тебя способным, делает тебя мудрее в следующий раз не повторить этой же ошибки. Следующий миф я лучше знаю. Молодежи нашим детям нравится очень хорошо, очень сильно нравится этот миф, они очень хорошо используют этот миф в своей жизни. Они приходят к нам, прося совета, прося помощи, обсуждая какой-то ситуации, и мы, как родители, мы говорим им, тебе нужно поступить так, тебе нужно сделать таким образом. И наши дети, выслушав, скажите, на самом ли деле они так поступают, махая головой, говорят, да, я точно так поступлю, как ты мне посоветовал, как ты мне сказал. Так говорят нам наши дети? Нет, очень редко. В очень редких случаях, когда дети говорят нам, что да, я послушаю так, как ты мне сказал. Уже спустя годы, спустя время дети, они могут прийти и сказать, да, мама, да, отец, ты был прав в этой ситуации. Но тогда, когда мы им даем совет, они говорят о том, что я знаю лучше. Тогда, когда человек, он ищет решение в каком-то вопросе, приходит для того, чтобы ты посоветовал ему, чтобы ты подсказал ему, как ему поступить в той или иной ситуации, он отвечает тебе следующим образом, я знаю лучше, как мне быть. И руководствуясь этим мифом, ничего не происходит в жизни этих людей, ничего не меняется в их жизни, потому что знать, это не значит жить, знать, это не значит поступать, знать, это не значит применять вправо, практики. Сегодня многие люди знают, что является добрым, хорошим для их жизни, и что является плохим, пагубным, разрушительным, но со всем этим знанием они продолжают поступать неправильно, со всем этим пониманием они поступают, принимают неправильные решения, они ведут неправильный образ жизни. Кто не знает, что курева является вредным для здоровья человека? Все знают, на пачке сигарет написано, Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Со всем этим знанием многие люди продолжают курить и не обращают внимания на то, что они знают. Знать, это не значит, что ты будешь поступать правильно, это является мифом, о котором мы уже говорили. Миф времени. Люди говорят, по причине того, что у меня было мало времени, и я спешил, время было моим врагом, оно играло против меня, и я принял поспешное решение, и в результате ошибся, в результате пришел к этой плачевной ситуации. Люди толкуют, объясняют время, говорят о времени, что время является и врагом, но мы уже говорили. О том, что время не является нашим врагом, но время является нашим другом. Мы говорили об этой серии снова, начиная все сначала. Возможность, которую предоставляет нам Бог, шанс, который предоставляет нам Господь. Мы говорили уже о том, что в этом начинании, начиная все сначала, все вновь, очень важно осознать, обдумать и восстановить жизнь свою. Мы уже говорили на такую тему, как осознай. В прошлое воскресенье каждый из вас получил листочек, и я думаю, что вы воспользовались этим листочком дома, где каждый, он индивидуально, наедине с Богом, он заполнял, он рассматривал свою часть вины в прошлом. И мы говорили о том, что если многие были задействованы в той проблеме, которая у тебя была в прошлом, есть также и твоя часть вины. Возможно, это половина, возможно, это 30%, 15% или же 5%, но есть твоя часть вины. И мы говорили о том, что был дан листочек, где мы определяли, рассматривали, и определив свою часть вины, мы молились и просили, чтобы Бог простил и изменил, чтобы Бог что-то изменил в жизни нашей, говоря о восстановлении, говоря об осознании, говоря о том, что очень важно осознать. Я хотел бы вас спросить, кто из вас воспользовался тем листочком, который был дан вам в прошлое воскресенье? Поднимите руку те, которые воспользовались. Пусть Бог благословит вас, пусть Бог поможет вам, осознав ту часть вины, изменить что-то в жизни своей, обновить, начать все сначала в жизни своей. Твоя самая лучшая возможность, послушайте, твоя самая лучшая возможность в будущем – это осознать свою часть вины в прошлом. Невозможно двигаться вперед с проблемами, которые у тебя были в прошлое. И если есть в прошлом нерешенные моменты жизни твоей, если есть поступки, которые ты скрываешь, которые ты не осознал, и там твоя вина, там твое участие, ты присутствовал в той ситуации, если ты не решил, если ты не осознал свою часть вины, ты не можешь в будущем, в дальнейшем быть успешным. Начать все сначала. Твоя лучшая возможность в будущем – это осознать свою часть вины в прошлом. То, где в прошлом ты не был прав, неправильно поступил – осознай, измени то, что было не так в твоем прошлом. И мы уже говорили о том, возможно, в твоем прошлом ты не согласишься с тем, что это вся твоя вина в той ситуации, в прошлом. Возможно, ты не согласишься с половиной или с 30%, но с 5% ты согласишься. И мы уже говорили о том, что, возможно, 5%, но ты был неправ. Есть и твоя вина. Осознай твою часть вины. Это самая лучшая возможность в твоем будущем, в твоем настоящем. Если ты хочешь начать что-то сначала, если ты желаешь начать все вновь в жизни своей, невозможно. Все начинается с осознания. И мы уже говорили об этом. «Сделав свою часть, ты примиряешься со своим прошлым». То есть осознав свою часть вины, осознав свою часть проблемы, осознав то, где ты был неправ, виноват, осознав это, ты примиряешься со своим прошлым. Если вы желаете пересмотреть те проповеди из этой серии проповедей снова, вы можете просмотреть по сайту philadelphia.md.flash.no Там вы можете пересмотреть те проповеди, которые уже проповедовались в прошлое воскресенье на собрании. Сегодня я хотел бы говорить, и мы говорили уже о том, что очень важно, начиная все сначала, все вновь в жизни нашей, мы уже говорили о том, что важно осознать. Сегодня я хотел бы говорить о том, что очень важно обдумать, обдумай в жизни своей. Очень часто мы задаем себе такой вопрос. «О чем я подумал?» «Или как я думал?» «Или почему я так подумал?» «Что я сделал?» Оказавшись в нехорошей ситуации, поступив неправильно, приняв неправильное решение, приняв неправильное направление в жизни своей, оказавшись в тяжелых обстоятельствах, оказавшись в сложных ситуациях, ты задаешься вопросом, «О чем я подумал?» «Или о чем я думал?» «Где был мой разум?» «Почему я так поступил?» «О чем я думал тогда, когда так сделал?» «Когда так поступил?» «Тогда, когда такое решение принял в жизни своей?» Послушайте, наши решения нелогичны даже для нас. Порой наши решения, которые мы принимаем в нашей жизни, в определенных ситуациях, они не имеют никакой логики, они нелогичны, и мы задаемся вопросом, «О чем я думал тогда?» «Почему же я поступил так?» «Почему же я выбрал именно это в жизни своей?» Решения, которые мы принимаем в нашей жизни, порой являются нелогичными, не имеют логики даже для нас самих. И если ты думаешь так, так, как думал, будешь делать вещи, которые делал раньше. Если ты думаешь так, как ты думал раньше, то есть невозможно, не изменив свое мышление, не изменив свой взгляд, невозможно изменить что-то в жизни своей. Если ты думаешь так, как думал раньше, ты будешь делать те же вещи, которые творил раньше, до сих пор. Невозможно начать все сначала, невозможно начать все вновь с старым мышлением, с тем, о чем ты думал раньше. Господь Иисус Христос, говоря об этом, говоря об этом процессе, говоря, используя высокие термины, потому что говорил с одним из учителей, учителей израильского народа, с Никодимом, он говорил как о рождении свыше. То есть обновление, изменение мышления, возрождение, он говорил как о рождении свыше. И говоря с человеком по имени Никодим, который пришел к Иисусу Христу, интересовался вопросом, что мне нужно сделать для того, чтобы наследовать жизнь вечную, для того, чтобы быть в Царстве Божьем. Иисус говорит ему, тебе необходимо изменить свое мышление, тебе необходимо изменить свой образ жизни. Он говорит ему терминами, тебе необходимо родиться свыше. Никодим не понимает, чего желает Господь Иисус от него. И он говорит, как я, будучи в преклонных годах, будучи стар, могу войти в утробу матери и вновь родиться. То есть это нереально, это невозможно. Иисус говорит, я не говорю тебе о физическом рождении, но я говорю тебе о разуме твоем, я говорю о внутреннем твоем состоянии, мышлении, если ты не возобновишь, если ты не изменишь ничего в жизни твоей, если не реформируешься в разуме своем, в жизни своей, если не преобразишься, не возродишься, то нет возможности понять Царство Божье, нет возможности войти в Царство Божье. Апостол Павел, один из последователей Господа Иисуса Христа, Саввл из Тарса, человек, который не знал Иисуса Христа и всячески преследовал христиан, препятствовал развитию христианства этому человеку. Однажды, тогда, когда он направлялся с письмами в Дамаск для того, чтобы вновь привлекать христиан к суду, по дороге в Дамаск, ему является Господь Иисус Христос. Обращаясь к Нему, говорит, Савву, Савву, почему ты гонишь меня? Почему ты идешь против ржна? И происходит изменение в жизни этого человека. Жизнь этого человека преображается, она меняется полностью, он возрождается, его разум, его мышление, оно изменяется. И вот в послании к римлянам он говорит об этом процессе, который необходим сегодня каждому человеку, который желает начать все сначала в жизни своей. В послании к римлянам, 12 главе, первым стихом он говорит такие слова. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Бог своей стороны проявляет милосердие. Он обращается к людям, понимающим, да, и так умоляю вас, братья, то есть люди, которые осознали свою часть вины, люди, которые примирились с Иисусом Христом. Он обращается к людям, которые последовали за Иисусом Христом, уверовали в Иисуса Христа, к членам церкви, к людям возрожденным. Он говорит о том, что Бог предоставляет нам милосердие, Он проявляет свою благодать, свою милость по отношению к каждому из нас для того, чтобы мы предоставили тела наши в жертву живую. Послушайте, тогда, когда евреи приносили жертву, да, они приносили жертву в храм, в дом Божий, на место поклонения, как вы думаете, как вы думаете, тогда, когда того вала, ту овцу и того ягненка приносили в жертву, вы думаете, он спокойно, эта жертва, она была спокойна, она была покорна, она ожидала, чтобы ее принесли в жертву, или же она всячески проявляла свое недовольство, свое негодование. Апостол Павел, говоря о нас, о верующих, он говорит о нас, что мы в теле нашем, мы живы, и мы должны наши тела принести в жертву живую, то есть быть активными для Господа, не пассивными, но активными. Продолжая эту мысль, продолжая эту идею, Павел говорит об возобновлении, о изменении нашего разума, нашего мышления. Он говорит, не сообразуйтесь с веком сим. У людей есть две возможности. Быть таким, как все, и есть люди, которые говорят, зачем мне ходить в церковь? Множество избирают не ходить в церковь. Большая часть людей избирают жить безобразно, жить как-то вне Бога, и они говорят, что будет со всеми, то будет и со мной, зачем мне отделяться, зачем мне как-то выходить из этой массы людей, отделяться от всех людей. Апостол Павел, он говорит о том, что не сообразуйтесь с веком сим, то есть не подражайте, не думайте, не думайте так, как думают все люди, потому что мысля, думая так, как думают сегодня люди, не знающие Бога, так, как думают сегодня массы, невозможно начать все вновь в жизни своей, невозможно восстановить, возобновить что-то в жизни своей. Почему? Потому что тебе массы, потому что этот мир, он будет диктовать тебе, как тебе жить, как тебе поступать, в каком направлении двигаться, что одевать, что есть, что смотреть, что не смотреть, то есть этот мир, он будет тебе диктовать, то есть тебе необходимо избрать или же или же об или же последовать за христом и не собр и не сообразовываться не подражать этому миру или же или же просто смешаться с массой людей смешаться с этим миром который далек от познания истины и у этих людей практически нет никакого будущего павел продолжает он говорит о том что не сообразуйтесь с веком с ним то есть с этим миром с людьми многими людьми которые не знают бога которые не знают истины но он говорит преобразуйтесь вашей жизни то есть примите решение в своем мышлении в своей жизни что-то поменять что-то изменить и он продолжает что он продолжает и он говорит как это происходит то есть не сообразуясь веком сим не поступает так как поступают множество преобразовав преобразовавшись в жизни своей воспользовавшись возможностью шансом который дает бог для того чтобы что-то поменять жизни своей и он дальше говорит о том что обновляя ум свой посредством обновления ума нашего происходит по происходит изменение происходит восстановление возможно начать все сначала обновление в жизни наши равна восстановлению у тебя есть две возможности в жизни ты можешь быть похожим на эту иллюстрацию да здесь маленькие человечки это тесто это печенье и мы видим что они одинаково похожие друг на друга это это масса это множество людей они руководствуются тем же теми же стандартами теми же взглядами не отличаются ты мой или ты можешь избрать такой же такой же в жизни своей и сказать о том что я как все таки я что будет со всеми то будет и со мной и быть похожим на подобную и иллюстрацию быть как все быть поступать как все или же избрать жизни своей трансформироваться возможно это не подходящая иллюстрация но она отображает это не иллюстрация господа иисуса христа поймите правильно но она хорошо помогает нам для того чтобы понять что значит трансформироваться меняться в жизни нашей преображаться для этого было использовано это иллюстрация у тебя есть две возможности две возможности у тебя есть быть похожим на всех ассоциироваться с этим миром с людьми которые сегодня просто текут по течению или же меняться в жизни своей трансформироваться изменять жизнь свою что произойдет если применить если применить новый слой без устранения старого скажите те которые обращались сейчас обращаясь сейчас к мужчинам так женщинам те которые имеют машину если если в автомобиле есть ржавчина что мы делаем в этой ситуации берем на эту ржавчину наносим новую краску на поверхность этой ржавчины и используем дальше наш транспорт таким образом решается проблема знаете люди они хотят иметь старое в жизни своей на это старое нанести новое что произойдет если так практиковать если так поступать послушайте тот старый слой значит который есть он отслоит новый слой который был нанесен нанесен обычно как практикуется как делается на начале устраняется старый слой и после наносится новый слой таким образом чиниться что-то таким образом производится ремонт машины и больше всего времени занимаясь скажите нанесение нового слоя или устранение старого устранение старого больше всего времени занимает нужно все это отшлифовать отодрать это все приготовить устранить и обработать и после того как ты устранил старый слой и это актуально это действует во всех сферах нашей жизни если говорить сегодня о плотниках у меня по я по профессии являюсь также плотником есть документ того что я оканчивал школу плотника я могу вам сказать следующий пример тогда когда берешь какую-то вещь из дерева и тебе необходимо отреставрировать эту вещь прежде всего необходимо необходимо убрать старый слой убрать все старое и после обработав устранив тщательно устранив старое только тогда ты можешь нанести что-то новое и оно примется она будет выглядеть красиво невозможно невозможно в жизни нашей начать все сначала применить новые принципы без устранения старых принципов нашей жизни потому что если мы оставляем старые наносим в жизнь приносим жизнь нашу что-то новое то старое обязательно отслоит нанесенное новое в жизни нашей восстановление она требует времени это не происходит мистическим образом восстановление она не происходит внезапно моментально некоторые люди считают и думает о том что восстановление но происходит именно тогда когда человек берет и он отмечает формуляре чтобы желает посвятить свою жизнь иисусу христу именно тогда в тот период мистическим образом сверхъестественным образом сразу человек он восстанавливается или же тогда когда людей приглашают сюда вперед для молитвы. Некоторые люди думают, что придя сюда, склонив свои колени и прося у Бога прощения, милости моментально, мгновенно что-то произойдет, и они восстановятся, они изменятся в жизни своей. Это мистическое, это неправильное представление. Восстановление нашей жизни требует времени. Это процесс, это процесс, о котором говорит нам Слово Божье, о котором говорят нам люди Божьи, о котором говорил Господь Иисус Христос, о котором говорили апостолы. Это процесс восстановления, оно требует времени. Поэтому и мы с нашей стороны, те, которые являемся членами церкви, те, которые находимся на этом месте, принимаем вас, те, которые с недавнего времени начали посещать церковь Филадельфию, относимся дружелюбно, приветливым образом оказываем гостеприимство по отношению к вам, для того, чтобы дать вам возможность, предоставить вам необходимо время, достаточно времени, чтобы вы смогли понять, чтобы вы в жизни вашей смогли переоценить, рассмотреть, изменить, трансформировать, поменять жизнь свою. Восстановление требует времени. И мы должны понять, что время является твоим другом. То, о чем мы уже говорили, что время не твой враг, но время твой друг. И то, что ты сейчас не можешь понять, ты поймешь спустя время. То, что ты сейчас не можешь вместить, ты сможешь это вместить в жизнь свою спустя время. Воспользуйся временем для того, чтобы изменяться в жизни своей, для того, чтобы восстанавливаться, для того, чтобы преображаться, для того, чтобы начать все сначала, все вновь в жизни твоей. Время не является твоим врагом, но является твоим другом. Апостол Павел говорит, не сообразуйтесь с веком Сим, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Необходимо, прежде всего, как я уже говорил, необходимо оставить контекст этого общества. Необходимо отвергнуть, не сообразовываться с этим миром, с людьми, которые не знают Бога. Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь, изберите в жизни вашей меняться, изменяться, трансформироваться, обновлять разум свой. Таким образом, нам будет дана возможность познать, что есть воля Божья для каждого человека, а воля Божья, она является благой, является угодной, является совершенной. Недостаточно в нашей жизни сожалеть и решать. Необходимо, если ты продолжаешь так думать, то будешь продолжать делать так, как делал или поступал раньше. Есть семь роковых предположений, которыми сегодня люди руководствуются в жизни своей. И я хотел бы обратить ваше внимание на них, и я уверен, что в одном из этих предположений вы себя найдете. Одно из предположений. Если найду подходящего человека, все будет хорошо. Так говорят многие в жизни своей. Я живу с неподходящим человеком. Вот если бы я встретил другого человека, вот если бы я полюбил другого человека, если бы он был, и мы говорим о том, что мне необходим подходящий человек, и некоторые люди думают, что они будут счастливы, если найдут подходящего человека, то в их жизни все будет хорошо. И мы уже говорили о том, что если станешь подходящим человеком, для того подходящего человека, которого ищешь для жизни своей, тогда возможно. Иначе Бог будет несправедлив по отношению к тому совершенному, подходящему человеку. Если ты неподходящий, неужели Бог накажет того подходящего, того хорошего, совершенного и даст его тебе? Мы говорили, работай над собой, меняй жизнь свою, преображай себя в жизни своей. И Бог непременно даст тебе подходящего в соответствии с тобою. Некоторые люди руководствуются, и они говорят о том, что если найду подходящего человека, все будет хорошо. Если приедет на белом Мерседесе, или прискачет на белом коне, то все будет у меня хорошо, все будет прекрасно складываться в жизни моей. Но мы говорили о том, что не будем руководствоваться этим предположением, предположением, потому что это является роковым, смертельным, опасным, разрушительным. Разрушительное это предположение, это мнение в жизни наше. Но очень вместо этого мы будем реформировать жизнь свою. Мы будем обновляться, мы будем меняться. Мы станем подходящим человеком, вместо того, чтобы искать подходящего человека, совершенного человека. Второе, второе, роковое предположение. Моя ситуация уникальна. То есть с такой проблемой, такой ситуацией, в которой я нахожусь, никто еще из людей не находился. Хочу вам сказать, что и психология, и другие науки специализированы именно по тому, чтобы разбирать ситуации человека. И многие ситуации, которые вам сегодня кажутся уникальны, они являются такими же, как и у других людей. Твоя ситуация, если ты думаешь, что твоя ситуация единственная, уникальная, и нет подобной ситуации, ты глубоко ошибаешься, потому что ситуация твоя не является уникальной. Ты уникален. Ситуация не единственная. Есть похожие ситуации. Есть решение в тех ситуациях, в которых ты находишься. Поэтому отвергни. Не руководствуйся этим фатальным предположением в жизни своей. В-третьих, это нехорошо, но это делает меня счастливым. Бог желает сделать тебя счастливым. Некоторые люди, они понимают, что то, что они делают, не является хорошим, не является добрым, но каким-то образом, насильным образом, хотят верить в то, что Бог желает сделать их счастливыми. Я не понимаю, я не дошел до такого понимания, что Бог здесь на земле хочет нас сделать счастливыми. Я знаю, что я четко и ясно читаю в Писании, что Он хочет сделать нас спасенными. Я четко и ясно вижу в Писании, что Он любит нас, что Он заботится, но это не обязательно, что у нас сам Христос, апостол, они говорили о том, что находясь в мире, мы будем испытывать сложности, будем испытывать трудности, будем проходить через нелегкие периоды, но Он будет с нами, Он будет помогать нам. Такие стихи, такие места Писания я нахожу в Слове Божьем, но есть люди, которые желают верить в то, что Бог желает сделать их счастливыми и практикуют в жизни свои различные нехорошие непотребства, поступки, дела. и думая, что делая это, они будут счастливы и оправдываются тем, что Бог желает их видеть счастливыми. На самом деле, если это нехорошо, если этот поступок, он является плохим, то невозможно, чтобы было хорошо, не будет хорошо в результате, если это является плохим, если это является нехорошим. Следующее роковое предположение. Если бы я имел, и вы можете сюда внести дом, машину, деньги, связи, репутацию, позицию, и каждый может записать туда все, что угодно, и человек говорит, если бы я имел дом, имел бы свою квартиру, я был бы счастлив, я был бы счастливым человеком, и вот он имеет дом. И как вы думаете, он счастлив? Он хочет другой дом. Вот он имеет машину, и прошло несколько дней, прошла неделя, прошел месяц, и уже эта машина его не устраивает, он хочет другую машину. Послушайте, это роковое предположение, что если бы ты имел то, чего желаешь в жизни своей, ты обязательно был бы счастлив. На самом деле, желания никогда не удовлетворены сполна в жизни нашей. Поэтому это ошибочное, это пагубное предположение, которыми сегодня люди руководствуются в жизни своей. Пятое предположение. Быть должным лучше, нежели испытывать желания. Поэтому некоторые люди сегодня берут кредиты для того, чтобы восполнить свои желания, потому что в основном, по большому счету, наши нужды, они восполняемы в нашей жизни. Мы можем, и нам сегодня хватает, нам хватает сегодня купить себе вещи, нам хватает сегодня то, что мы имеем, чтобы поесть и чтобы где-то жить. Но наши усилия, наши старания, наши неправильные решения, неправильные поступки, они уходят на восполнение не наших нужд, но на восполнение наших желаний. И сам Бог в Слове Своем, в Библии, сам Бог говорит нам, людям, о том, что Он восполнит наши нужды, не желания. Но сегодня наша проблема, она связана с желанием. Мы хотим, и вместо того, чтобы желать, мы избираем быть должными. И поэтому ты сегодня берешь здесь, отдаешь там, берешь там, отдаешь здесь. И в постоянном стрессе находишься и одалживаешь, являешься должником, потому что избираешь вместо того, чтобы желать, избираешь быть должным. Это неправильное предположение. И люди сегодня, это пагубное предположение, и люди сегодня руководствуются этим предположением. Лучше желать, чем быть должным в жизни своей. Лучше желать, чем быть должным. Избери лучше желать, чем жить в долге. Шестое роковое предположение. Мои секреты, сохраняемые во мне, они в надежном месте. Так считают некоторые люди. Но сам Христос, Он говорил о том, что является тайным, станет явным. Хочу вам сказать о том, что секреты, они просачиваются. И если есть тайные области, тайные части твоей жизни, которые ты скрываешь, которые ты утаиваешь от своей семьи, от своих близких, рано или поздно, и именно в неподходящий момент, в неподходящем контексте, они станут явными, они обнаружатся, и ты будешь чувствовать себя далеко нехорошо. Поэтому разрушь это предположение, которое является роковым, которое является опасным, является смертельным, является разрушительным предположением, что мои секреты, сохраняемые во мне, я не в надежном месте. Рано или поздно секреты, они просачиваются. И люди говорят о том, что даже стены слышат и видят. Так говорят в народе. Иисус сказал о том, что все, что тайное, оно сделается явно. То, что говорится на ухо, будет кричаться, будет провозглашено с кровли, то есть с крыши, то есть публично, будет публично озвучено. Поэтому не думай, не руководствуйся в этой жизни, если есть тайные части в твоей жизни, попытайся решить, попытайся устранить. Потому что то, что есть рано или поздно, оно может оказаться явным. И седьмое фатальное предположение. Секс решит проблему. И некоторые люди говорят, вот если бы я имел того человека, если бы я был с тем человеком, то все бы решилось в жизни моей. Вне зависимости от того, какие наши отношения. Если у нас есть интимная жизнь, значит все решается в нашей жизни. Это фатальное предположение. Потому что секс, он усложняет проблему и ни в коем случае не решает ее. Говоря о этих предположениях, попытайся увидеть себя и увидеть то, что не в порядке в жизни твоей. И устранить это в жизни твоей. Потому что это является разрушительным, является пагубным для тебя. И задавая вопрос, о чем я подумал? О чем я подумал тогда, когда поступил так? Тогда, когда избрал то или иное в жизни своей? Ты не будешь сообразовываться. Это вопрос сегодня к вам. У тебя есть возможность. Есть возможность подражать людям, которые сегодня множеству, которые сегодня не знают Бога, не руководствуются принципами Библии. Или же вместо того, чтобы сообразовываться, ты изберешь преобразовывать в жизнь свою, преобразовывать, менять, меняться в жизни своей. А обновлять разум свой. Войти в этот процесс, в этот процесс возобновления, изменения, возрождения. Следующий раз может быть лучше, чем прошлый раз. Посредством обновления нашего ума. Если мы хотим, чтобы в следующий раз было лучше, нежели в этот раз, необходимо обновить свое мышление, необходимо обновить свой разум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok